Тут еще вопрос блокировки акватории, когда это они собираются реализовывать, хотя до этого мы знаем, и темы не единожды развивали, и сейчас продолжим это делать по поводу блокады Украинского моря портов и истинных целей Путина, для того, чтобы спровоцировать голод, чтобы спровоцировать между странами и экономическую вражду в том числе. Давайте поговорим с Василием Фурманом, у нас на связи доктор экономических наук, заместитель председателя Совета Нацбанка Украины. Василий, здравствуйте. Приветствую вас, ребята. Вот это вот сообщение по поводу того, что Путин собирается по большому счету смародерить, а что он делает сейчас, своровать украинские урожаи и конкретно зерно, и таким образом спровоцировать какие-то экономические коллапсы в том числе, направить это все в сторону Африки. Что это? Ну явно же он на этом не хочет заработать финансовые какие-то дивиденды. Он что-то преследует какую-то другую цель. Сформулируйте, как вы это понимаете. Ну давайте все по порядку просто. Значит, коллапс украинских портов сегодня привел к тому, что вот мы не можем в полной мере экспортировать украинское зерно. Чтобы наши люди понимали, что Украина, по сути, дает пищу 400 миллионам людей по всему миру. Это очень большое количество людей. И коллапс портов привел к тому, что, например, если, ну, смотри, например, май прошлого года, то мы экспортировали зерна около 1 миллиона тонн. Это в этом мае. А в прошлом году, в мае, то есть это было в три раза больше. В три раза больше. Ежедневно, ну, по словам премьер-министра, Украина теряет 170 миллионов долларов ежедневно. Того, что мы не можем экспортировать. Ну а если говорить про цифры, которые теряет Украина, вот смотрите. Экспорт Украины в прошлом году составил около 70 миллиардов долларов. Из них 70%, почти 70% это был экспорт моря. То есть получается, что вот около там 49 миллиардов долларов экспорта, который мы могли бы экспортировать море, мы не можем это делать. Потому что Путин, как бы, у него много причин, зачем он это делает. Одна из них, там, экономическая блокада. Другая причина, ну, я сейчас говорю свое личное мнение. Другая причина, это для того, чтобы, там, возможно, давить на международных партнеров. Помните, когда заявил их министр иностранных дел? Просто, ну, давайте разблокируем украинские порты. Ну, вы же тогда снимете санкции с нас, как бы. Ну, понимаете, то есть, как бы, вот, интересная завязка. То есть, в их понимании, как будто бы это большая политика, на самом деле это жульничество и, скажем так, знаете, вот, манипулирование голодом людей, 400 миллионов людей по всему миру, вот, то есть, вот, каким-то непонятным решением Путина. Понятно, что, конечно, порты нужно разблокировать. Однозначно нужно разблокировать, чтобы Украина могла получать, чтобы мы могли экспортировать в полном мере и, ну, морским путем. Потому что, ну, например, чтобы вы понимали, снова же таки, мы сегодня, потому что, ну, вот, не имея портов, у нас большие проблемы с доставкой наших грузов, там, ЖД-транспортом и автомобильным транспортом. Большущие задержки, то есть, это большой удар по украинской экономике, на самом деле. Потому что, ну, вот, даже прогноз, там, минус 33% падения ВП, этот, Насбанка, прогноз Минфина, это минус 34% падения украинской экономики. Ну, а то вот результаты путинской агрессии, войны, подобных блокад, которые, ну, он сегодня осуществляет по отношению к Украине. Понятное дело, что нам выгодно, как стране, чтобы как можно быстрее закончилась война, разблокированы были порты, запустилась там наша украинская экономика, чтобы мы могли вернуться к мирной жизни, к восстановлению нашей страны, чтобы мы как можно быстрее там стали, ну, равноправными членами Европейского Союза. Василия, как вы считаете, вообще Европа может, ну, пойти, что ли, по пути задобрения Путина, да, или поддаться влиянию вот того самого шантажа из Кремля? Ну, потому что Соединенные Штаты уже заявили о том, что они не будут снимать санкции в обмен на снятие блокады Черного моря. Ну, я выскажу свою точку зрения в этом вопросе. Я надеюсь, что последнее слово в этом вопросе все равно будет за Украиной. То есть мы слышали уже много заявлений из США, от многих европейских лидеров, ну, в том числе, как бы. Поэтому, понятное дело, что Путин будет пытаться покупать, как бы, лидеров мнений в разных странах для того, чтобы там писать какие-то заказные статьи в их ведущих изданиях и так дальше. Но, еще раз говорю, Украина в этой войне, экономической войне на фронте, мы на светлой стороне. Мы правы. Он не прав. И он понесет соответствующее наказание. Да, может быть, это не в вашу сторону, в смысле, вопрос сферы, да, но, тем не менее, разблокирование портов, о котором мы говорим, мы говорим об экономической составляющей, тут же же и военной составляющей, поскольку, если мы разблокируем, будут разблокированы порты, разминированы, да, вот акватория вдоль украинского берега, то это развяжет военные руки Путина самого и для него Одесса. Да, и вот эта вот часть нашей страны, она же является для него тоже стратегической на сегодняшний день. И это большая манипуляция, то, что он хочет, типа, я вам разблокирую, ну, а дальше будем решать, снимайте санкции. Он снимет санкции, мы разблокируем, разминируется все, и он даст по 10 десантам. Ну, вы правы, но я думаю, что здесь, как бы, когда вопрос решается, он будет решаться в комплексе, и должны быть гарантии определенных стран, которые, этот вопрос, как бы, ну, не должно быть, не должно случиться то, о чем вы говорите, когда Украина разблокирует, ну, дадут возможности, как бы, то есть, чтобы мы могли, вот, использовать украинский комплекс. Смотрите, вот, по результатам предыдущего года у нас был рекордный урожай зерновых, и мы собрали около 107 миллионов тонн. То есть, на сегодняшний день для внутреннего потребления нам хватит пережить этот коллапс на сегодняшний день и сегодняшний год, да? Конечно, нам хватит урожая, как бы, на годы вперед, мы аграрная страна и так дальше, как бы, поэтому с точки зрения еды здесь вообще страха у людей никаких не должно быть. Вы посмотрите на полки, по большому счету, мы вернулись к довоенному насыщению продуктами украинских полок в магазинах, проблем нет. Проблемы, возможно, в другом, как бы, они связаны, ну, если, давайте, ну, в сфере экономики, то есть, это инфляция, мы боремся, то есть, с инфляцией, там, национальный банк, там, повышает учетную ставку, то есть, это мы хотим, чтобы все-таки сохранить покупательные способности, гривны, чтобы гривна не теряла, там, свою, ну, ценность. То есть, дальше правительство внедряет целый ряд государственных программ по поддержке малого, там, и среднего бизнеса, снижены налоги, вы помните, как бы, в начале войны, то есть, ну, и так дальше. Много чего делается для того, чтобы страна, даже воюя, как бы, чтобы экономический фронт, он очень важный, финансовый фронт, который держит, там, национальный банк вместе с банковской системой, не менее важный, короче, то есть, потому что, как бы, вот я, ну, давайте простой пример, как бы, я анализировал опыт разных стран, которые переживали войны, или были те или иные локальные конфликты. Очень часто банковская система просто не работала, или были какие-то там длинные банковские каникулы. У нас всегда банки, вот эти, там, больше, чем 100 дней войны, мы работаем 24 на 7. Да, вот, в каких-то регионах, там, где шли активные боедействия, банки не работали, но даже в Херсоне, я помню, когда уже он был временно оккупирован врагом, банки работали, Укрпочта платила пенсии, там, нашим пенсионерам и так дальше. Поэтому наша, ну, задача сегодня, как бы, ну, те задачи, которые ставили у нас банк перед банком, это работа 24 на 7, сбережение денег физических и юридических лиц, как бы, реализация активная вместе с правительством государственных программ по поддержке кредитования, пассивная, про которую вы сказали. Для нас же очень важно, чтобы мы могли пассивную в этом году, ну, сделать, и она сделана сегодня, то есть, как бы, те цели, которые там ставило правительством, и на ПК, они выполняются. Да, стратегическая задача, снова же таки, возвращаясь к нашим вопросам по поводу экспорта украинской продукции, она очень важна, и Агрария это, ну, это понимает, и сегодня много делается, ну, в этом вопросе. Благодарим Василий Фурман, доктор экономических наук, заместитель и председатель Совета Нацбанка Украины. Спасибо. Был на связи, хорошего дня, благодарим. Благодарим.